При проезде через ямы даже колеса понемногу отрываются от земли. Такая вот дорога рядом со станцией Укладочная в Первомайском районе. Притом, как говорят старожилы, весной во время распутицы тут вообще не проехать. Вы понимаете, сейчас еще полтора месяца дождя не было. А если в дождь, здесь вообще страшно, что есть. Я разбил три машины на этой дороге за 30 лет. Ну и бамперы оставляли. Мы, знаете, по весне обычно ездим, да гду-гду-гду-гду таскаем на веревке. Если машина маленькая, передка нет у него, то она вообще садится. Там ямы такие лужи, что корову. Ужасное покрытие примерно километр до железнодорожного переезда. Но этот участок очень востребован, особенно во время летнего сезона, поскольку дальше сплошные садоводства, где дома есть у сотни людей. Раньше они решали проблему с дорогой своими усилиями. Конечно. Мы каждый год туда щебень возили. Каждый год. В этом году мы уже не завозили. Нам грейдер запретили туда загонять, потому что у них там кабель идет, электрический провод на железную дорогу. Там только представители должны быть. А щебень можно? И щебень тоже нельзя пока. Садоводы уже обращались в разные инстанции, чтобы узнать, можно ли починить участок. Однако, по их словам, не получилось даже выяснить, кто ответственный за эту дорогу. Мы куда только не обращались. На все инстанции. Сейчас мы подали вроде бы как бы в суд на все предприятия. Даже на железную дорогу. Там и Первомайский район, и все прочее. Но все отмекиваются. И вот мы хотим, чтобы нам кто-то помог сделать эту дорогу. Хотя бы щебни завести. До администрации Первомайского района сегодня мы не смогли дозвониться. Поэтому планируем направить запрос и попросили чиновников обратить внимание на проблему. Тем временем, дачный сезон уже заканчивается. Поэтому число автомобилей, проезжающих по этой дороге, снизилось. Однако, местные садоводы переживают, что они и вовсе могут исчезнуть. По словам председателя СНТ «Вагонник-2», все больше людей продают участки в этой местности. И одна из главных причин – проблемная дорога. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.